всем привет мои хорошие с вами михеева мария и добро пожаловать на мой канал о творчестве и скраббукинге я решила переснять некоторые свои старые видео которые очень очень популярны но которые на мой взгляд уже не столь актуальны и первый из таких видео это видео по идеальным уголкам у меня есть видео которое называется идеальные уголки там я рассказываю как я делаю классные уголки из ткани но мир меняется скраббукинг меняется сейчас я все больше и больше занимаюсь замшей поэтому в этом видео я вам покажу как я делаю уголки у замшевых работ кроме того видео будет не просто про то как сделать уголки но это еще и видео тестирование новых материалов таких уголков трафаретов я узнала не совершенно случайно вконтакте просто у меня появилась рекомендация в ленте и я подумала что почему бы не купить эти уголки и проверить насколько с ними легко и удобно работать удобнее работать с ними либо своими руками а что же получилось из этого тестирования и как сделать идеальные уголки вы узнаете если продолжите смотреть это видео вот в такой упаковке я получила свой заказ и здесь я взяла сразу два набора мне хочется протестировать и такой и такой уголок здесь для прямого угла здесь для полукруглого угла и в подарок шла еще вот такая надпись термо трансфер на ее я тоже пущу на одно видео тестирование попробуем сделать термо трансфер без утюжка маленького потому что у меня такого нет и мне интересно получится ли моя идея или нет сегодня же мы тестируем уголки начну я пожалуй с вот таких здесь идет в наборе уголок маленький наверное 0 5 см вот такой круглый у меня вырезает инструмент вот такой уголок я режу уголки с помощью дырокола от рукоделия такой уголок насколько я знаю делает кроподайл у него есть несколько диаметров маленький большой и вот такой большой подойдет для кроподайла как я уже говорила мне интересно не только протестировать как работает этот трафарет но и сравнить с тем как я могу обтянуть уголочки самостоятельно поскольку здесь мы говорим об идеальных уголках то я покажу первый вариант как я делаю уголки сама а второй вариант попробуем сделать уголки с помощью такого трафарета для одного проекта мне нужно обтянуть замши две такие обложечки замши саму я уже приклеила теперь же будем обтягивать думаю что сперва я покажу как это делаю я а затем уже буду использовать трафарет один уголок я вам сейчас покажу как я делаю а перед тем как сделать остальные я поставлю таймер мне интересно за сколько я сделаю уголки сама и за сколько смогу сделать их с помощью трафарета будет ли это быстрее будет ли это качественные когда я начинаю делать уголок я сперва вот так проклеиваю ткань поблизости к уголку точнее это не тканями а замша и я еще проклеиваю вот эту вот толщину тоже если мне нужно где-то что-то подтянуть я беру беговку и вот так аккуратненько все подтягиваем теперь я начинаю заливать вот этот уголочек клеем натягиваю вот так чтобы у меня здесь был уголочек плотненький если сейчас было что-то слышно это кузя потянулся во сне очень сладко и я делаю вот такие защипы небольшие чтобы их затем срезать и получить идеально ровненький уголок это замша приклеивается чуть-чуть хуже она толще чем обычно я использую но мы все равно ее приклеим вперед так срезаю уголки и вот так с помощью пиковки сглаживаю все чтобы все получилось ровненько такой уголок у меня выходит выглядит он на самом деле уже очень ровно и когда вот здесь будет сверху подложка то никаких моих срезов видно не будет теперь же я включу секундомер и посмотрим сколько времени у меня уйдет на то чтобы закончить обтяжку этой обложке вот так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Выглядит все очень ровненько, несмотря на то, что замша, конечно, помучилась Теперь же мы попробуем сделать все то же самое, но с помощью трафарета Первое, самое главное, подбираем, какой мы будем использовать трафарет Поскольку у меня уголочки вот такие, трафарет я выбираю такой И нам понадобится карандаш Прикладываем, обводим трафарет Сделать это, конечно, не так просто И теперь наша задача вырезать замшу здесь по трафарету Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, уголочек тоже получается очень аккуратный С этой стороны практически ничего не заметно Единственный минус, конечно, это его обведение Мне сейчас будет сложно сделать дальше Потому что мне нужно вот здесь вот так чуть-чуть будет убрать Чтобы обвести уголочки в других местах Но я попробую Сейчас вновь запущу таймер И обтяну три оставшихся уголочка Посмотрим, сколько времени у меня уйдет на это Обычным карандашом обводить достаточно сложно Можно попробовать, на самом деле, ручка Думаю, сейчас возьму ручку и попробую ручку Все равно этого видно не будет И посмотрим, за сколько времени я смогу обтянуть эту половинку Продолжение следует... Продолжение следует... И у меня ушло 6 минут 40 секунд на то, чтобы закончить три уголка на второй обложке Выглядит снаружи все точно так же красиво Прикладывая так, видно, что здесь уголки, конечно, немного более аккуратно получаются Но вся сложность в том, чтобы как раз-таки это обводить и вырезать по обведенному Если бы я не скосила один уголок, было бы все абсолютно так же аккуратно Возможно, я когда-то буду пользоваться уголками, когда-то буду делать вручную Вручную мне все-таки немножко быстрее Но если вы только начинаете, то с помощью такого Трафарета, конечно, можно сделать сразу же Очень аккуратные уголки и без особых трудозатрат Мы же перейдем к тестированию ровных уголков Тестировать ровные уголки я буду на такой основе Мне нужно, чтобы она была аккуратненько обтянута Я обтягиваю примерно точно так же, как полукруглые Вот так вот натягиваю и срезаю уголочек Будем пробовать трафарет Если честно, не сильно поняла, чем отличаются в данном случае Вот эти два трафарета Почему на этом написано 0,5, на этом 1 сантиметр Но думаю, что вот такой, в принципе, должен подойти Я не хочу, чтобы у меня было слишком много лишней ткани Поэтому попробую такой трафарет Сразу же возьму ручку, карандашом обводить совсем неудобно И так же прикладываю, я трафарет обвожу Я так понимаю, что предполагается, что сначала склеиваем данные стороны А затем вот так, подгибая уголок, подклеиваем здесь Сегодня я еще тестирую новый клей Это вот такой клей, вот таки глу Точнее, от компании, которые производят таки глу Клей для кожи и замши Про него я хочу снять отдельное видео Точнее, видео про все клеи таки глу У меня сейчас есть 4 разных вида Теперь есть 5, если вы хотите такое видео То обязательно мне об этом напишите, чтобы я знала Я так понимаю, что теперь нужно аккуратненько приклеить вот этот маленький уголочек Чтобы затем можно было вот так раз и сюда его подвернуть Так для замши мне вот эти видео Я думаю, что эти уголки не нравятся от слова совсем Именно ровные уголки мне кажется удобнее делать моим способом вручную Вот на полукруглых уголках, да, там проще даже использовать уголки А вот на ровных совсем не проще Что я хочу сказать, получилось, как по мне, совершенно неаккуратно Мой способ замши мне нравится больше Покажу вам этот способ Взяла вот такой кусочек замши Это замша двусторонняя, она тоньше и с ней проще работать, чем с сиреневой замшей И покажу, как я делаю ровные уголки, как я обтягиваю Так же, как и с круглыми уголками, сперва я промазываю все аккуратненько Теперь я одновременно обе стороны натягиваю И натягиваю уголочек тоже Вот так аккуратненько, ноготочками Чтобы он здесь хорошо зацепился И срезаю лишнюю замши Сейчас даже еще чуть-чуть срежу Не хватило клея мне здесь немножко, сейчас добавим Получается очень ровненький кончик И теперь так же я сделаю все остальные Продолжение следует... И вот так очень просто и быстро я обтягиваю уголочки на замши На самом деле, чем больше размер, тем проще это будет сделать Получается гораздо аккуратнее, чем с использованием данных уголков Но я эти уголки таки хочу добить Ведь не просто так я их купила Надо придумать, как я их буду использовать Попробуем обтянуть с помощью данных уголков ткань И я возьму, наверное, вот этот, который с большим срезом Возможно, он лучше подойдет О том, как я обтягиваю такие уголочки тканью У меня есть отдельное видео на канале Я вам сейчас оставлю на него ссылку Вверху экрана и внизу под видео так же Там я рассказываю, как я обтягиваю уголочки без разных приспособлений И они тоже получаются очень-очень аккуратные Субтитры сделал DimaTorzok Теперь буду пробовать закрепить данные уголочки Я так понимаю, что нужно сперва закрепить вот эту часть Чтобы здесь образовать вот так ровный уголок А затем уже вот это вот все полностью приклеивать сюда Ну вот, ткань уже более-менее получается Здесь, правда, у меня получилось все равно не совсем ровно Как-то, не знаю, не очень понравились мне прямые уголки И вот сейчас доделываю данную обтяжку Понимаю, что прямыми уголками я пользоваться-то, скорее всего, и не буду Потому что я сама гораздо лучше сделаю эти прямые уголочки Используя свои руки без различных приспособлений Ну, выглядит неплохо, но такого же результата я могу достичь и стандартным способом создания уголков Поэтому мой общий вывод по данной теме Что я однозначно буду продолжать пользоваться круглыми уголочками Для того, чтобы обтягивать замшу Это, правда, достаточно удобно И вот здесь все так получается ровненько и аккуратненько Так что круглые уголочки у меня отправятся в работу Прямые уголки мне лично не понравились совершенно И мне они не нужны, потому что я могу быстрее и проще сделать все вручную Возможно, если вы только начинаете заниматься крабукингом И у вас проблема с тем, чтобы сделать ровные уголки То такие приспособления могут помочь Но попробуйте просто взять несколько картончик и разные обрезки И сделать уголков 20-30 И вы после этого уже сможете сами вручную легко делать красивые уголки Поэтому не вижу, да, в уголках никакого смысла И на сегодня это все Надеюсь, что это видео было вам полезно И вы теперь знаете, нужны вам такие уголки или нет А быть может, у вас уже есть похожие трафареты Либо от данной фирмы, либо вот какой-то другой Напишите мне внизу в комментариях, нравится ли вам использовать эти уголки Или вы так же, как я считаете, что для полукруглых уголков трафарет достаточно полезен А для прямых абсолютно бесполезная вещь Мне интересно узнать ваше мнение Если же вы только начинаете заниматься крабукингом То вам, конечно, может быть это полезно Но я советую просто посмотреть мое видео по созданию уголков И сделать много-много-много обтяжек уголков У вас обязательно все получится Также мне интересно узнать, хотите ли вы обзоры на клей Токи Глу У меня сейчас есть 5 разных клеев от данной марки На моем канале я сейчас готовлю большой обзор разных клеев Но мне интересно узнать, хотите ли вы отдельный обзор на клей от Токи На этом сегодняшнее видео заканчиваем Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать дальнейшие видео Я увижусь с вами в следующий раз Всем пока-пока!